МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Результат, конечно, катастрофа. Конечно, катастрофа. Футболисты Могилевского Днепра готовятся к старту сезона. Я специально стремился кинуть вес, чтобы участвовать на этих соревнованиях. Сложно было финально было? Честно, очень. В Могилеве подвели итоги областной спартакиады по боксу лучшие моменты. Финальных поединков зафиксировала наша камера. Здесь конкуренция хорошая, поэтому я ожидаю, что мы выиграем все равно. В Могилеве стартует 10-й турнир по спортивной акробатике «Киндер-сюрприз». 250 участников, 18 команд из шести стран мира. Об этом и другом прямо сейчас расскажет программа «Спорт-М». Всем привет! Это программа «Спорт-М». Поздравляем вас с наступившей весной. Поклонники нашей программы с этой порой года связывают и скоро старт футбольного сезона. Первыми его откроют футболисты Бобрусской Белшины 21 марта в игре с Брестским «Динамо» на Кубок Стороны. Чуть позже подключатся и другие команды области. В преддверии старта сезона наша программа решила провести небольшой ликбез на предмет знаний игры в футбол. Опрашивать прохожих будет Екатерина Блукова. Я хоть и девочка, я все равно люблю футбол и даже представляю, что такое офсайт. А интересно, знают ли прохожие? Узнаем. Скажите, знаете ли вы, что такое офсайт? Футбол смотрите? Нет, не знаю. Футбол не смотрите? А, смотрим. Ну так что такое офсайт? Положение вне. Расскажите, знаете ли вы, что такое офсайт? Нет. Футбол смотрите? Нет. А муж смотрит? Нет. Это вне игры? Когда нападающий находится к воротам соперника ближе, чем последний защитник. Такой простой вопрос. Объясните мне, глупой женщине, что такое офсайт? Это? Я сам не знаю. Я сам не знаю. Не знаю. Мяч за линией. Я уже сама запуталась в вариантах. Поехали, лучше узнаем у эксперта. Чтобы определить, было ли положение вне игры, для арбитра, для его помощника, есть определенные требования, критерии. В частности, защитник, вернее, игрок не должен, вернее, имеет право находиться на одной линии с предпоследним, либо двумя предпоследними игроками. Это не является нарушением правила. А если же он находится ближе, чем предпоследний игрок, то, значит, является нарушением правила тут не игры. А вот как это бывает в самой игре. Смотри, офсайт. А игра, на которой мы присутствуем, товарищеская встреча между Могилевским Днепром и Гомель-Желдор-Трансом. В минувшем сезоне южане заняли в первой лиге 11 место. Приличный уровень, чтобы проверить свой на их фоне. В итоге хозяева создали несколько, как говорят, стопроцентных моментов. Но каждый раз у гомельской команды выручал вратарь. Наши забили в пенальти. Но к тому времени счет на табло был неприличный. Для еще нескольких месяцев назад команды высшей лиги Днепровцы горели 0-4. И реализованный 11-метровый стал лишь голом престижа. Результат, конечно, катастрофа. Конечно, катастрофа. Результат. Но моментами хотя бы что-то прослеживаются. Это мысли молодых. Уже на этой неделе Могилевчан экзаменуют более серьезные соперники. Вышелиговая Гомель и Гродненский Неман. Такой плотный график и подбор оппонентов. Желание пропустить через Днепровское сито максимум молодежи. И добрать тот, пока еще не достающий комплект футболистов. Посмотрели сегодня одних, завтра посмотрели вторых. Третьим дали возможность еще из этих выбрать, которые на сегодня должны будут сделать результат. Посмотрим, что из этого получится. Днепр хочет через год вернуться в высшую лигу. Любите спорт, играйте в футбол и приходите на стадион. Совсем скоро стартует новый футбольный сезон. Гонополисты Могилевского Машеки в последний календарный день зимы померили силами со столичным витязем и взяли вверх со счетом 45-30. Наша команда по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата во второй группе. Клубам еще предстоит сыграть трижды друг с другом, прежде чем чемпионат завершится окончательно. Как же обстоят текущие дела наших клубов других игровых видов спорта, расскажем в цифровом обзоре. Бобруйский Динамошинник провел стартовый поединок плей-офф в молодежной хоккейной лиге. Наша команда Дума встречалась с клубом МВД из Балашихи и потерпела поражение 1-3. МВД повел серии до трех побед. В чемпионате Беларуси по мини-футболу Могилевский Форте на своей площадке принимал один из самых титулованных клубов страны «Минский Дорожник» и потерпел поражение 1-4. В турнирной таблице наша команда занимает 11 место, имея в активе 20 очков. Волейбольная команда Могилева сыграли матчи плей-офф чемпионата Белоруссии. Мужской МВК в 1-8 финала встречался с Гродненским коммунальником и дважды потерпел поражение с одинаковым счетом 0-3. Могилевщане выбыли из участия в чемпионате. А вот женский клуб «Коммунальник» помирился силами с местной Берутой и одолел соперника также с одинаковым счетом в двух матчах 3-0. Таким образом, Могилевщанки прошли дальше и в стадии 1-4 финала чемпионата страны они встретятся с Барановичским Атлантом. Стадия пролится до трех побед первой игры 6-7 марта. Перемещаемся дальше. Мы на областной спартакеаде школьников по боксу. Несмотря на то, что ребятам по 13-14 лет в ринге они себя чувствуют как настоящие профессионалы. Смотрите сами. В ринге Антон Титов из Бобруйска. Он в красных трусах и Максим Телюпа из Кричева. Ребятам по 12 лет возраст одинаковый, а вот уровень мастерства разный. Это потом и скажется в ринге. За счет чего победу одержал? Ну, опыта. Все-таки то, что он только год боксирует, сказалось, да? Да. Какие ошибки партнер совершал? Не держал стойку, ну, сжатия. Ну, и плохо немножко боксировал. Ну, так все нормально. Следующий финальный поединок свел в ринге Могилевчан. В красном углу ринга Антон Кляус, действующий победитель областного первенства. И Кирилл Каблуков, серебряный призер первенства города. Кто победит, смотрим сами. В этом бою в единогласном решении судить победу. И звание победителя спартакиады одержал Антон Кляус. Спартак 55. Как настраивался на этот поединок? Хорошо. Победу. Как-то удалось выполнить все установки тренера? Да. Что говорил перед вами? Упланяться больше и бить ударов больше. Соперник оказался неожиданным или все шло по плану? По плану. Рассчитывал, что так достаточно легко будет одержать победу? Да. За счет чего? Тренировался, готовился. В течение трех дней турнира в ринге побывали десятки ребят. Выстоять и победить получилось не всем. Среди лучших боксер Могилевской городской дюшер номер 3 из Могилева. Они заняли первое общекомандное место. Вторыми стали их одногодки из Бобруйска. Третий боксер из Могилевской школы Спартак 35. Совсем скоро в Могилеве стартует открытый республиканский традиционный турнир по спортивной акробатике «Киндер-сюрприз». Событие хорошо известно Могилевчанам и большим, и маленьким. Каждый год, а этот будет 10-го, дворцы гимнастики собираются юные акробаты показать свое мастерство. На этот раз участниками праздника станут представители из шести стран. Молдовы, Украины, Литвы, Белоруссии, Туркменистана и Германии. Из этой страны вместе с участниками соревнований приехала и председатель коллегии судей, член Европейского технического комитета Керстен Хоффман, которая поделилась впечатлениями об организации турнира. Очень она благодарна белорусской стороне за это приглашение, потому что для нас эти соревнования важны, для обмена опытом в первую очередь. И она первый раз в Могилеве, первый раз на этих соревнованиях, и надеемся, что не последний. Во вторник в 11 утра здесь состоится открытие соревнований. На них приехало 250 участников, 18 команд. Не бывало для киндер-сюрприза масштаб. И впервые на празднике команда Германии. Пара из города Риза в земле Саксония и акробаты из Фридберга, что недалеко от Баварии. В вашем городе это популярный лиц спорта? Это в вашем городе был роман спорт? Да, это уже. Теперь ты нам увидишь, что она сказала. Она сказала, в этом городе все почти делают. И она делает то, что ей это нравится. И можно чего-то пробирать. Соревнования, Ороши, Могилев красивый, наверное. Мы еще не были в городе. Мы только вчера приехали. Ну, ожидаем Орошева. Как планируете выступить? Ну, я думаю, что все планируют выиграть, но здесь конкуренция хорошая, поэтому я ожидаю, что мы выиграем все равно. Желать этого будут и остальные участники соревнований. Кому улыбнется удача, смотрите «Спорт Эм» в четверг и приходите болеть во дворец гимнастики. На сегодня все новости. Это была программа «Спорт Эм». Если что-то пропустили, смотрите нас в интернете. Ну, а в эфире мы увидимся, как обычно, в четверг на «Беларусь-2». Счастливо! Продолжение следует...